Здравствуйте, дорогие друзья, любители и почитатели уральской кухни на телеканале Евразия. И здравствуйте наши гости Раиса Пантелеевна Кожина. Добрый день. Раиса Пантелеевна Кожина уже у нас, так сказать, член команды уральской кухни, поскольку по профессии она кондитер. И, наверное, и повар в душе, и по профессии, наверное, раз работала. Я по профессии не повар, но когда-то я училась на кондитере, а вообще-то я работник общественной, общественный работник, всю жизнь проработала на общественной работе. Но и работала заместителем директора треста столовых и ресторанов. Да, я там и выросла. Я выросла там, начинала с комсомольской работы секретарем комсомольской организации, потом секретарем партийной организации, потом замом директора, ну а потом меня пригласили в гамкомпатию. Вот так, дорогие друзья, перед вами супер бабушки. И поскольку супер бабушки обладают большим жизненным опытом, профессиональным опытом и опытом подготовки с ноля, с ничего, из ничего, то как раз мы попросили Раису Пантелеевну сделать вот такое блюдо для наших вот молодых людей, которые могут это сделать быстро, не заморачиваясь и не тратя деньги на столовые, кафе и прочее в наше не совсем легкое время. Как называется это блюдо? Это называется блюдо, ну как бутерброд для завтрака, для детей, для взрослых. И быстро, он быстро готовится, дешево и быстро, но вкусно. Дежурный, обыкновенный бутерброд, будем, так сказать, всякие чизбургеры, Макдональдс и все остальное заменять нашей простой русской едой, многонациональной едой. Поскольку у нас... Тем более здесь продукты тоже недорогие, дешевые и самое главное, быстро готовится. Самое главное. Итак, что у нас составит? Вот берете лаваш продается, делите его на половинку, а потом каждую половинку делите на столько чистой, сколько вам надо. Давайте покажем телезрителям. Ну, здесь уже приготовленный лаваш, но надо его разрезать вот на такие кусочки. То есть лаваш, лаваш обыкновенный? Да, обыкновенный лаваш. Мы разрезаем на вот такие кусочки. Вот такие. И что будем делать из этих кусочков? Берем кусочек такой, ложим и смазываем его перчиком. Кетчук, кетчук, да. Ну, немножко, не надо, не надо, много, немножечко. Сюда ложим мы... Обыкновенную сосисочку. Сосисечку, половиночку. Берите молочные сосиски, они недорогие. Сырый кусочек. Сырый, так. И кусочек огурца. А, и кусочек огурца. С одной. Вот это изюминка нашего уральского блюда. Изюминка, значит, кусочек огурца. И все добавляем в этот бутылок. И можно немножко сюда зелени положить. Зелени вернуть. И переворачиваем. Заворачиваем. Итак, лаваш, сосиска, сыр, огурец. И что мы с этим... Сейчас мы несколько штук сделаем. А, то есть готовим вот такие блинчики. Да, вот так вот мы нарезали, знаете, сосисечка. Да. Сырок. Здесь тоже можно сыр плавленый, чтобы... Ну, недорого обходилось. И быстро его закручиваем. А сыр плавленый тоже нарезать? Нарезать. Такими кусочками нарезать. Нарезать. И это делается... Следующий. Да, это делается очень быстро. Так это можно и живьем съесть, и приготовить на сковородке, да? Да, и на сковородке. Но лучше на сковородке надо приготовить. Вот так вот. Значит, этот бутерброд лучше всего подготовить на... А в микроволновке растет селена не пробовали? Можно и в микроволновке. Почему? Можно в микроволновке. В микроволновке, да? Его тоже посыпали. И закройся. Он там как-то будет плавиться в микроволновке? Он не будет плавиться, он только прогреется. Он не поджарится на сковородке. На сковородке он обжарится. Вот так обжарить немножечко. Так. Немножко обжарить. Такая удобная, походная пища. Сейчас вы будете обжаривать, да? Да, ну, несколько минут. Ну, минутки-две пусть немножко обжарится. Пусть обжарится. Я сейчас еще дам. Вы будете еще делать, да. А я, Раиса Пантелеевна, пользуюсь случаем. Хочу вам сказать, телезрители, дорогие, но поскольку у нас тут на телестудии работает команда супербабушек, то я начала просто-напросто собирать всякие баллады, рассказы, басни, анекдоты про наших супербабушек. Они мне очень-очень нравятся. Вот один из них, например. Бабушка, а ты сама к нам пришла? Внучка спрашивает бабушку. Сама, внученька, сама. А папа говорит, тебя черти принесли. Хорошая лива. Так, ну я показываю жиры. Да, показываете, как они жарятся, пока наши бутерброды. Перевернули на другую сторону. Перевернули на другую сторону. И буквально там полминутки. И на тарелочку так же презентуем, так же салфеточку положим? Нет, на салфеточку, потому что здесь будет масло. А, понятно. Она может к салфеточке написать. Я хотела еще сказать, у меня правнучка, Дашенька, и вот она, когда приезжает на лето, и я с ней встречаюсь, и она мне все начинали много рассказывать. И говорю, Дашенька, вот я буду старая. И полк, когда будет идти, ты сделай тоже меня, чтобы я рада и скажу, что это моя прабабушка, это дети войны. Правильно. Я же отношусь к категории детей войны. Категории детей войны. Чтобы в бессмертном полку у нас участвовали портреты не только непосредственно самих героев, да, но и их родных, которые оказались в зоне, в период этих боевых действий, были детьми войны. И у них даже, по-моему, удостоверение есть. Удостоверение есть. И все, как сказать, очень довольны и приятны, это когда вручали эту медаль. А, медаль детей. Вручали дети войны. Вот, конечно, это пережитое очень много. Мы приехали ворск в 46-м, папа приехал на завод Юмза, старшим прорабом был. А нас привез в 47-м году. Конечно, мы пережили все трудные годы, все трудные, и голод, и холод был. Все было в нашей жизни. А я хочу добавить, что папа-то привез семью из 11 детей. Можете представить, какая огромная, большая семья династии Швец была вот в нашем городе. А сегодня ее представляет Раиса Пантелеевна. Кожа вовложденная Швец. Вот, пожалуйста, бутербродики горячие. Утром на завтрак с кофе, с чаем. Очень, как сказать, дешево. А вкусно. И самое главное, что для мамаш это быстро. Быстро прям раз-раз-раз свернул, обжарил. Еще можете вот каждое, каждое обмакать в яйце. Взбить яйцо немножечко, обмакать и обжаривать в масле. Еще будет вкуснее. Вот это простое, легкое. А если, например, нет соленого огурца, обыкновенный можно огурец? Обыкновенный можно огурец. Тоже можно огурец. Ну, конечно, соленость, она как-то придает больше такой аппетитный. И привкус будет совершенно другой. Более, да, изысканный. Вот такой вот. То есть соленый огурец, сосиска и любой из видов сыра, плавленый, или любой такой сыр, который есть в нашем распоряжении, заматывается вот в лаваш в виде блинчика, оформляется и поджаривается. Очень просто и быстро. На сковородке. Поджаривается на сковородке. Ну, я порекомендую, чтобы лаваш брали не магазинный, потому что он для закрутки очень тяжелый. Он там грубоватый немножко. А вот наш лаваш, который здесь и производят, да, 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 это самое, нацет обедов, да, очень вкусный. Очень вкусный. Мягкий такой. Межный. И его готовят очень хорошо. Вот. Ну что ж, дорогие телезрители, очень хорошо. Если вы освоите наш уральский рецепт, а то уже у них невесту спрашивает как-то, «А ты готовить-то умеешь?» А она отвечает «Я вкусно режу колбасу». Вот чтобы это в вашей семье не произошло, что вы только вкусно режете колбасу. Мы и вот делаем для вас вот такую кухню, такие рецепты. А теперь ваши пожелания телезрителям. Ну, желаю всем хорошего здоровья, чтобы вас радовали ваши дети, ваша семья всегда была благополучной. Ну, всех благ, всех семейных благ. Чтобы всегда на столе была хорошая пища. Ну вот так, замечательно. Пусть даже недорогая, да? Да. Пусть даже можно приготовить. Сейчас можно приготовить, и не обязательно с продукцией дорогой. Вот сыр такой дорогой, а плавленый, его можно везде использовать, и в салат, и везде. Раиса Пантелейна, у вас же микроволновка есть? Да. Вот я что хочу сказать. За все эти годы, которые подготовлены огромное количество передачи в райской кухне, мы как-то не освоили нашу микроволновку. Что можно сделать в ней? В ней можно все сделать, запекать, разогревать. Так вот, домашнее задание вам, хоть какое-то блюдо принести и приготовить нам с помощью, вот микроволновки. Я в микроволновке ложу пиццу и делаю очень просто, очень просто. Я просто не показываю, а говорю. Берете батон, ну, я использую горчичный батон. Этот батончик, кусочек смазываю кепчиком. На него, значит, натираю тоже огурчик, колбаска, какая есть, сырок, и сверху сыром натереть. Если можно яйцо натереть, и раз, и микроволновку. Ровно прямо полминуты, и пицца готова. Пицца готова в виде бутерброда. Да, в виде бутерброда, да. Быстро и хорошо, особенно утром. Быстро и хорошо, особенно утром. Но я хочу сказать, весна нам дарит свет надежды, святы и радость бытия. Пусть жизнь кипит, бурлит, как прежде. Часть той энергии и я. Правильно, Раиса Пантелейна? Правильно. Вот мы прощаемся с вами на этой оптимистической ноте, весенней, доброй, теплой. И приглашаем Раиса Пантелейна в команду Уральской кухни как профессионального мастера. Профессионального мастера. Чтобы удивлять нас простыми, но все-таки блюдами с изюминкой. И тогда встречи на Уральской кухне еще и еще раз. Спасибо. До свидания.